Здрасте, с вами Забава, Забавушка Душенька, а это игра Беомутант. Мы так давно в ней не были, что я уже вообще все забыла. Но у нас новый друг какой-то поговорит с Годенда. Поговорит с Годенда. В тот раз мы закончили вот здесь, где нам дали какую-то шапочку и другой костюм. По-моему, другой костюм, но с моей внимательностью, это, конечно, может быть, мы в этом костюме и были. Но нет, нет, это что-то новенькое. Годенда! Спрашивает, как ты? Путь от деревни до сюда был нелегким. Интересуется, в курсе ли твоя Мума, где ты проводишь время? Мума, Мума, это мама? Давай я предупредил, наверное, ее? Наверняка. Пусть ты этого и не помнишь. Он понимает, зачем ты здесь, чтобы увидеть их, картофанов. Картофаны или ноно – это настоящее чудо. Они как-то связаны с этим деревцем. Их жизни зависят друг от друга. Ой, я не знаю, я не верю в магию. Ну, почему я не верю? Я верю в магию. А вот эта ноно – мне больше нравятся картофаны. Давай, вот это ничего не поняла, давай ответим так. В этом есть смысл. Энергия ци копится в них, как в клубне картофеля. Ноно прячется в блеск траве. Он предлагает отправиться туда и поворошить ее. Может, это заставит хоть одного выйти из укрытия. Блеск трава, пошуршать блеск травой. Так, а что ты с ним взаимодействуешь? Еще говорить с тобой? Найди островок блеск травы и повороши ее, чтобы заставить ноно покинуть укрытие. Пошуршать блеск травой. А где? Какой блеск травой? Вон там блеск травой? Так, а у меня, между прочим, забрали мое... Забрали снарягу-то! Забрали! Ну, давай. Давай пошуршим. Это я шуршу? Это я шуршу? О боже! О боже, что за чудо и не игра! Или это не здесь шуршать, да и... Ну нет, смотри! Вот в эту сторону, вот здесь пошуршать... А-а-а! Стукных надо было! Ух ты! Можешь гордиться, но оно не всякому показывается. Энергия циноно это как раз то, что нужно пенсаю, чтобы завершить цикл развития и стать древом жизни. Ой, ну что такое? Давай вот это пенсай! Пенсай! Помнишь стебелек? Росток, он рос там, где мы встретились. Когда-нибудь он вырастет в древо жизни, станет сердцем этих земель и начнет восстанавливать природу. Чтобы росток превратился в древо жизни, его придется долго подпитывать. Он будет хорошо расти только тогда, когда ноно сольется с древом воедино и выплеснет поток энергии цикл. Он даст тебе свою сеть, чтобы поймать ноно, но он просит тебя действовать аккуратно. Ноно чувствительные существа, воплощение изначальной энергии цикл. Мне нравится этот бобер! О-о-о! Сачок получен! Новое сюжетное задание ноно... Поймать? Поймать ноно... А как им они... А достань сачок-то свой! Эй, куда пошел? Ой, я думаю, что боженьки... Ой, поймала! Он впечатлен тем, как ты управляешься сетью, как будто ты с рождения этим занимаешься. Он надеется, что когда-нибудь это древо вырастет достаточно большим, чтобы начать поддерживать мир. Сейчас тебе нужно заставить этого ноно слиться с древом. Сросшийся пинсай! Высадить ноно на дерево! О, боже! Ой, не дай бог, мои хорошие, ваш пинсай срастется! Ой, ну что за чудо-игра? Я не знаю. Сегодня такая сюжетка смешная. Смешная вообще! Ой! Ну вот сросшийся пинсай! Теперь, когда ты своими глазами видишь связь ноно с древом, у тебя не должно остаться сомнений. С этого момента выращивание древа жизни из пинсая станет его целью. Не только на благо деревни, но и ради всего мира. Однажды земля перестанет быть такой мирной, и даже твоя мума не сможет нас защитить. Он говорит, что тебе лучше вернуться в деревню, прежде чем мума начнет тебя разыскивать. Ты молодец. Так, она интересуется только в инфу. Нельзя было заставлять муму волноваться. Кто такая мума? Это мама? Ну, давай нельзя ее заставлять, наверное, волноваться. У нее много забот. А еще ей и ее ученикам нужно отдохнуть после рейда в лагерь волков. Ему интересно, пощадили ли они семью хищника. Мук Бебук. Он помнит каждый день, когда он растил древо жизни, но теперь боится, что все его усилия пойдут прахом. Древо начало гибнуть с наступлением конца времен, сразу после того, как пришли мироеды. Так, ну давай, короче, кто такие мироеды? Я молю, Ваню. Генетическая эволюция, начавшаяся после апокалипсиса, устроенного корпорацией Таксонол, разогнала ДНК мироедов до предела. Он нам карту показывает. Его приятель Гизмо занят работой над Мехтоном. Ему нужна помощь, чтобы победить Слона Фырка в конце западного корня. Слона Фырка. Ой. Губь все еще чинит октопода, чтобы сразиться с Тинофырком, который обитает в самой глубине в конце северо-западного корня. Да боссы, наверное, наши, будущие. Ноко приручила Мьюта и готовится выступить против топа Фырка в конце восточного корня. Губь, наконец, почти закончил работу над Слизисерфом, машиной, которая сможет свободно скользить по волнам глади до самого Свина Фырка. Он засел в конце юго-восточного корня. Ужискис говорит, его друзья собирают силы, чтобы остановить мироедов. Каждый из друзей Ужискиса оберегает один из корней. Тебя ждет нелегкий путь, но он рассчитывает на твою поддержку. Его друзьям не хватит сил справиться самим. Он пытается донести до тебя, что если древо погибнет, нам всем не жить. В любом случае вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироедами. Короче, у нас четыре босса. Удилище сечь. Так взять, конечно. Другой мир. Взломать дверь. Наглухо запертая. Запертая дверь. Судьба мира. Судьба мира. Ну ладно, что, поехали. Поехали. Столько новых слов я сегодня узнала. Тебя получается. Получается? Ой. Вы бы мне сломали сегодня мозг. Так, поехали. Быстрее всего выбраться через крышу, как они вошли. Веревка выглядит достаточно прочной, чтобы выдержать твой вес. Хорошо, хорошо. Я осмотрюсь. Ладно, пока никого нету. Пока никого нету и взять-то не... Ладно. Лестница? Кому она нужна? Смотри, как классенько. Где моя-то? Био-мутантик мой. О, красота. О, прикол. Так, теперь у меня все появилось. Правильно правильно. Так, это два. Это у меня пистолетик есть. Сабля, меч еще. Так, это я. Вот так, вот так, вот так, вот так. Давно не была в игре, я забыла уже, что делать. Знай, что древо жизни умирает. Дни его сочтены. Без посторонней помощи ему не пережить природного катаклизма и нападений мироедов. Короче, мироеды наши враги, нужно защитить древо жизни, убив этих мироедов. Правильно, правильно. Все легко, я поняла. Понял, принял, поехали. Давай! Это начало игры? В смысле, рыбок. А, так рыбок-то бегать я могу быстро, так я это знала, наш шифт, жмешь и все. Указатель дает установку для лиц с альтернативными географическими способностями. А, типа указ, куда идти. Посмотрим. О, боже. Указатели находятся рядом с интересными местами по всему миру. Указатель можно разблокировать с помощью кнопки взаимодействия. Можно перенестись к разблокированному указателю выбора фонного карти. Это телепортация! Чтобы открыть карту, нажмите М. Ваааа. А, отметить точку? Так, слушай. Подожди, уберись уберись пока я то где вообще вот отметить точку например я отметила отслеживать ну-ка отслеживай где это буква где это буква на клавиатуре нет во отслеживать наверное его да ну слушай эти точки телепортации у нас просто мы сюда можем потом телепортнуться назад видимо так были на мне нафига тогда это подожди не надо мне как ее убрать вот я и убрала она мне нафига все мне нужно просто открыть другую другую точки для телепортации все ой блин куда вышло вот все я понял выйди в мир первые шаги это все-то обучалка была я думала мы уже на середине игры так дрослон местный три башки страшно это должно быть тот мироед что отожрал ногу уже скису чтобы его одолеть нужно иметь пару трюков в рукаве ох ты божечки ты мой исследовать деревню а чего я его не могу просто пестиком застрелить у меня же пистолет на на расстоянии ну давай просто исследуем тогда деревню может нам там что-то дадут какие-то трюки я изучу в этой деревне но она не выглядит добрый гляди кто-то выжил но приятно видеть что и такое бывает тимаята это какой-то ослик или зайчик он слышал рассказа о том какие ужасы творят мироеды в других местах но никогда не думал что кто-то доберется и сюда тоже твое внутреннее равновесие это две половины составляющие всепроницаемую целостность время от времени ты сможешь проявить внутреннее равновесие с помощью поступков и выборов диалоги мало кто ведет себя одинаково во всех ситуациях а целостность складывается из разных действий и выборов которые мы совершаем совокупность твоих действий поступков определяет цвет ауру который влияет на диалоги с другими персонажами он беспокоится что если все так пойдет и дальше спасать будет нечего даже если уцелеет древо жизни не знает что тебя связывает с этим местом но что-то ему подсказывает что ты по-прежнему следуешь велением своего сердца взаимодействие с пленниками и психосвятилищами дает пси очки которые можно использовать для разблокировки псионических сил силы могут быть разблокированы только после достижения темного или светлого внутреннего равновесия как бы то ни было он нуждается в помощи и говорит что судить тебя будут по делам а не по намерениям я предоставлю тебя твоей судьбе позволить я помогу ну короче за помощь нам будут давать очки которые мы можем прокачивать чтобы одолеть потом вот этого динозавра давай я тебе помогу он благодарен за то что в тебе по-прежнему есть искр света это добки видимо но с добками то эту игру тощи наверно буду долго проходить тебе есть искра света так что не можешь больше мне нравится мне нравится свет что такого хорошего в свете на него же смотреть больно смотреть на тебя намного больнее вечно переходишь на личности а ты вечно делаешь вид что личности тут ни при чем добро и зло в моей башке пси очко разблокировано а это то что просто я соглашусь ему помочь но я ему в идее не помогаю и дают пси очки пси очко используя его чтобы разблокировать силы в меню мутаций некоторые силы заблокированы раскладом ауры это значит что с помощью пси очков можно разблокировать только силы того же цвета что и аура либо же силы не имеющий цвет это чем не белую давай сейчас посмотрим в этом меню это опять уже скис наверное он упустил что-то важное уже скис говорит что если ты собираешься сразиться с мироедами лучше заручиться поддержкой одного из племен и тут поблизости как раз и есть два таких календарь пофу племя мирят безусловно стоит поддержать в своих поступках они руководствуются идеей общего блага и собственным кодексом чести дуло я утоплю учти что какое бы из племен тебе не приглянулось добиться их доверие будет не так то просто ведь конфликт между ними достиг апогея и они находятся буквально в шаге от войны друг с другом мириад мириад надо нам когда чудовище поднялись из глубин мириад решили что с мироедами пора покончить кажется что было бы логично встать на сторону мириад которые так стремятся объединить разрозненный мир но правильно ли это в одном можно не сомневаться так или иначе предназначенное случится племя джагни всегда жила одним убеждением чтобы в мире воцарилась равновесие слабые должны умереть они верят что для восстановления мира необходимо очищение и хотят позволить мироедам свалить древо жизни но нельзя сказать что объединение с джагни это зло судьба найдет способ исполнится короче к джагни я не дружу уже скис говорит что кто то должен нарушить равновесие и склонить чашу весов в пользу джагни или мириад я плавала на войне он уверен что шифу племен в особенности племени мириад выслушают тебя и ожидает что ты поговоришь хотя бы с одним из них и заручишься его поддержкой уже скис будет ожидать тебя под древом жизни если ты вдруг собьешься с пути нифига себе текущие и начатые задания отображаются в журнале чтобы начать отслеживать откройте журнал и выберите нужное так я буду отслеживать тогда я в мире пойду поговорить с шифу в мире от или джагни так короче я понял так я понял давай я обозначу себе вот это задание вот это вот отслеживать ой подожди не так а отслеживать что у кого все задания все отслеживать я же вот это нажала то или что отметить точку вот давай вот так отмечу ну-ка еще одна развилка должно быть либо туннель либо моторный мост что же на этот раз нет развилка новый сюжет на задание союз ну смотри блин поговорить с шифу мириад или джагни слушай слушай а, ну я же выбрала Мириат конечно, я выбираю направо но перед этим, подожди где мне кого сделать-то, стой да, мне в снаряге, что-то же мне можно прокачать мне что-то можно прокачать в этой жизни где мои мутации мутации мои где, я сказала и дрить-модрить а, как это все выбрать-то вот, меню мутации перейдите на вкладку мутации, чтобы разблокировать пси-силы, биогены или улучшить сопротивление пси-силы, так во вкладку мутации, где они? вот они мутации, есть два типа мутации, биогенетические и псионические, оба наделяют тебя особыми способностями не требуют для открытия разных типов очков вот мне же пси-силы какие-то дали пси-силы два пси-сила у меня так у меня открыто что? вот эти вот они необходимо а-а-а необходимо темная аура необходимо светлое вот эти мне заблокированы вот это вспышка смотри чтобы активировать вспышку нажми назначенную клавишу вспышка отправит тебя в полет в воздухе за тобой останется огненный след прикольно прикольно и вот эту могу разблокировать еще чтобы активировать скачок нажмите назначенную кнопку ты телепортируешься вперед когда ты появишься на новом месте возникнет ударная волна давай я вот эту вспышку у меня хватит да, я хочу разблокировать способность да да чтобы активировать вспышку нажмите назначенную кнопку ядрить мадрить ешка альт я не запомню ты что обалдел или там будет показана какая кнопка ешка альт прыжок правая кнопка ой, что-то тоже чтобы использовать способность нажмите аааа быстрый выбор чтобы использовать способность нажмите вот эту среднюю кнопку мышки да да ну все я вспышку разблокировала у меня больше очков нету очков нету ладно ааа биоген у меня есть что-то типа да у меня очки био даже очки био хобот ммм при попадании заражение поразит любого небольшого противника гуманоида зараженный враг нападет на своих союзников а не на тебя нифига себе гадкая блевота ха-ха-ха-ха так токсичная грязь извергнется в направлении твоего взгляда нанося урон всем врагам блевоту я люблю я разблокирую блевоту да ха-ха-ха-ха блевота разблокирована поздравляю ха-ха-ха-ха так все нифига на три очка сожрала у меня эта блевота прикинь ааа ну вот очки показаны сколько там кого повысить сопротивление а ну очков нету ладно главное бы запомнить слушай главное бы запомнить все я выбрала пути сколько у нас времени ну давай пойдем направо я же выбрала я же выбрала племя этих эээ я забыла это племя но это доброе племя мне сказали чтобы там одолеть надо поговорить с каким-то удивительно что еще сохранились естественные туннели вроде этого да остальные почти все затопило ага сейчас я поговорю с шифу Мириад Джагни было налево Джагни это плохой народ наверное как я поняла амириад так это кто их бить надо давай я пробегу я просто пробегу можно или надо было их убить а кому тут помогать то давай я вот этих вот да 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 давай я вот этого я им помогу те выглядят добро вот это злой убирайся че я помог я помог короче я его фигачу вообще да че мы друзья а если я тебя долбанусь я его тоже могу долбить ой блин ой блин мои хорошие мне звонят я сейчас вот блин не вовремя всегда мне тут звонки звонки короче они бегут ну в смысле их тоже надо было что ли убить я вот здесь не поняла я вот здесь вообще не поняла я убила черных этого стукнула они на меня до войны племен здесь были чудесные места а теперь посмотри вокруг тут все опалено войной нифига себе тут какие эти и туда и туда ну давай не буду ходить давай прямо пойду давай прямо по дороге пойду ну конечно я там этого белого ударила они на меня сразу начали агриться ну не знаю мои хорошие не знаю о замок может быть надо их убивать а может быть не надо их убивать но мне кажется нет мне кажется я просто проверила могу я его ударить или не могу могу но я так думаю что черное зло белое добро это крепость племени мирят друзья они или враги иди к ним и узнаешь я думаю что это друзья я думаю что это друзья вот разблокировала это телепорт посмотрим он писает по-моему он там пометил ой какой кошмар так а че а че посмотрим то а че ты находишься здесь не так это понятно все мы мы открыли телепорт какой потрясающий так подожди да вот эти точки видимо потом мы можем телепортнуться ой да дотек ну-ка стой посмотрим да да все я поняла все я поняла поехали ой какая игрушка смешная к этой двери давно никто не подходил если отправишься туда в твоих интересах произвести на них впечатление о да впечатление это я умею производить говорит что они не доверяют чужакам у них война идет отведи меня к вашему шефу всего хорошего нет к шефу к шефу давай говорит что дверь всегда открыта для тех кто хочет стать частью общего дела вот видишь как меня пустили я сказала к шефу меня давай меня пустили шеф стоит начальника однако а те то в таких же шапках были руководствуются принципами высшего блага и блюдет кодекс чести которым я помогла они верят что объединение племен единственный способ восстановить мир шефу шефу убежден что победа над мироедами и спасение древ жизни единственный способ сделать мир лучше он он приветствует тебя в форте мириад и представляется шефу племени но он надеялся что ты появишься весть о том что зоркий ронин вышел в поход и пересек великую стену через трещину в бункере 101 опередила тебя так я не поняла еще великая стена что это такое великая стена что это что до стены которая их отделяет от той стороны от пустоши он полагает что время которое тебе пришлось там провести не оставила после себя воспоминаний твоя память пуста и бесплодна как сама пустошь он знал тебя еще детенышем и видит что в тебе мало что изменилось твое сердце осталось добрым шефу говорит что порой одно воспоминание тянет за собой следующее он много лет не вспоминал о твоей муме хотя она его многому научила он стал одним из первых последователей вунфу последователи их было шесть но союз распался когда люпус люпин напал на старую деревню вскоре после этого образовалось шесть новых племен каждая со своей системой ценностей когда начался мор они рассорились и дошло до войны цель мирят объединение племен они руководствуются принципом высшего блага и блюдут кодекс чести если верить в то что в каждом из нас есть что-то хорошее тогда будущее небезнадежно ты объединишь племена одолеешь мироедов и спасешь древо жизни нет я не разделяю ваших надежд я вступаю в племя мирят ну конечно вступаю я в племя выбрать позицию заключить союз с фракцией мирят они хотят объединить племена победить мироедов и спасти древо жизни внимание данный выбор означает что итогом игры станет спасение древа жизни когда ты будешь решать судьбу поверженного шифу вражеского племени ты сможешь выбрать только объединиться или подчиниться ну ладно давай я же объединить племена хочу объединюсь тогда потом я он надеялся что ты присоединишься к ним ты понимаешь что нет ничего плохого в том чтобы делать добро другим шифу ожидал чтобы равновесие сместилось в пользу его племени и теперь когда ты на их стороне он уверен что ты сможешь объединить племена прежде всего надо привести к присяге Джагни ну вот и все заключен союз фракции у них племени нет выхода теперь они зажаты в угол даже тем кто хочет мира приходится готовиться к войне тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так чтобы бросить вызов шифу противника в его крепости уху блин три заставы четыре ну три по-моему там показали джагни а я этих джагни убила ух ты ух ты упал как он умеет махать у вас похожий мягкий склад ума даже побеждать можно мягко с любовью война которая сближает не меньше чем разделяет просит тебя не бояться твоя судьба тебя не оставит захвати заставы соперника и заслужи право на племенное оружие когда расправишься с заставами соперников ты сразишься с их шифу и объединишь их племя с твоим тогда твои родичи снова будут жить на одной земле при виде тебя он вспоминает старую деревню он вспоминает твое доброе и открытое сердце и чувствует что оно все еще где-то там как и желание творить добро в любом случае память которая остается от наших близких очень сильна и порой воспоминания оживают возможно тебе не помешает пройти через старую деревню по дороге к первой заставе соперника покинуть форт мириад новая сюжет но это взаимодействовать с ним наверное не надо взаимодействовать больше ну-ка если еще тебя у тебя есть дела цели дороги помоги мне сообразить что делать дальше давай еще увидимся я понял понимает что тебе много где нужно еще побывать очень много очень много мне где нужно побывать ладно давайте сейчас выйдем покинуть форт мириад ну давай ой тут прикольно мне нравится у них наконец-то я могу что-то взять что это ух ты ух ты броня ой в смысле это кто это кто вообще это что-то две каких-то штуки я ничего не понял ну ладно ладно взяли ладно взяли так погожди все а мне сюда надо вот еще сундучок а я что сюда бежала не видела или их не было малый приклад большая батарея нифига себе я тут затарился а тут что с ним можно взаимодействовать зачем спрашивает можно ли как-то помочь сородичу из мириад обрести свой свет а что-то тут поговорим позже только не удивиться если вы снова встретитесь да я обязательно сюда вернусь я обязательно сюда вернусь потому что я же победю там всех и приду к этому начальнику сообщить о том что мы победили пройти через пещеру ой ладно сохранялка прошла мы пройдем через пещеру мои хорошие в следующий раз следующий раз но сегодня прикольно так было прикольно слушай особенно мы эти телепортики открываем очень мне понравилось как очень так по писи струей мы открываем телепорты да я так поняла что это они я так поняла что это они да ладно если понравилось ставь лайк и обязательно оставляй комментарий увидимся в следующей серии ну а пока пока всем добра хорошего настроения и крепкого здоровья поцеловала обняла ушла люблю мои хорошие хе-хе-хе-хе